Из зимы в лето депутаты окружного собрания посетили тепличный комбинат «Солнышко», чтобы узнать, как обстоят дела на предприятии и с какими проблемами на сегодняшний день приходится сталкиваться агрария. Особую беспокойность у них вызывает новая котельная, которая не позволяет увеличивать объемы урожаев. Обо всем по порядку расскажет Ирина Нижалова. Чтобы лучше понять проблемы предприятия, иногда необходимо приехать на место, что, собственно, и сделали депутаты окружного собрания. Накануне они посетили тепличный комбинат «Солнышко». Одна из главных проблем, которая на сегодняшний день существует на предприятии – новая котельная, которая так и не была введена в эксплуатацию. По словам директора Ниницкой агропромышленной компании Анатолия Чудочина, котельная смонтирована, но в эксплуатацию не введена. Фактически она смонтирована, но ее не запустили в работу в связи с тем, что нет второго топлива. Она не прошла бы экспертизу, ее не принял Татаревич. Перед Новым годом пришлось нам буквально спасать котельную. Мы привезли туда электрокотел, поставили. Работы по реконструкции котельной тепличного комбината «Солнышко» должны были завершиться еще в прошлом году, но на календаре уже февраль 2017-го, а котельная так и не запущена. Чтобы не заморозить оборудование, в конце прошлого года предприятие вынуждено было закупить электрокотел. Теперь к предприятию приходят огромные счета. Мы только спасаем этот электрокотел, мы это потеряем. То есть обогреваем, она не разморозна, самухой, она должна гореть, чтобы оборудование сохранить. По месяцу сколько у нас? Где-то 1150 электроэнергии. Ну лично, 150 тысяч. По году, значит, понятно. Где-то миллионов 10 дней. Ну, летом, конечно, меньше будет. Летний период мы можем ее и закрыть, когда будет прессовая температура. Сегодня, да, в мае месяце нам все равно придется отапливать. Депутат Андрей Ружников назвал такое использование средств неэффективным. Предприятие вынуждено было закупить электрокотел и отапливать, и это очень дорого. И теперь все счета выставляются стройзаказчику, и стройзаказчик оплачивает. Вот это и есть неэффективное использование средств. Из-за стройзаказчика не запустили котельную. Планировалось, что новая котельная позволит предприятию достроить большую теплицу и, как следствие, увеличить объем урожая. По словам Анатолия Чудочина, осенью за счет собственных средств тепличный комбинат планирует перейти на новые технологии выращивания овощей и зелени. Грунт заменят на специальные маты. Таким образом, объем урожая увеличится на 20-30%. Еще одна проблема, с которой сталкиваются агрария – закупки. По словам руководителя тепличного комбината Галины Чебыкиной, раньше продукцию «Солнышко» закупали все детские сады и школы города. Сейчас ситуация поменялась в корне. Потому что, посмотрите на сегодня, бюджет как с нами работает. Два-три садика. Если раньше мы все, весь детский сад, школы закрывали своими овощами, не в этом году, а в последние годы. Два-три сада с нами работают, остальное все на привозном. И мы слышим со стороны отзывы, какие огурцы, какие овощи им привозятся. Сейчас весь ассортимент овощей объединяют в один конкурс. Поскольку в теплицах «Солнышко» выращивают только огурцы, томаты и зелень, предприятие не может конкурировать с другими поставщиками. Вот и получается, что наш производитель остается неудел. Анатолий Чудочин предложил вернуться к договорам, как это было раньше. Еще один вопрос, который обсуждался в ходе визита парламентариев – зарплата сотрудников тепличного комбината. Директор Нинецкой агропромышленной компании отметил, что ее повышение возможно, если увеличится объем урожая. А это напрямую зависит и от новых площадей. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.